Представьтесь, пожалуйста, сначала. Бурлак Анатолий Петрович. Вы просто житель и самостоятельно решили возглавить это движение? Нет, это немножко надо. Просто я всегда занимал активную политическую позицию во Враге. Я занимался, был в партиях, то есть я начинал с Руха, с партии Рух, был в партии КРТ и закончил свою политическую деятельность в партии «Наша Украина». Создавал осредки во Враге и после того, когда Ющенко опустил всю нашу Украину, я в 2008 году еще написал заяву и вышел с партии. То есть меня люди знают как активного человека. Человек с активной жизненной позицией. Ну, плюс еще я занимался правозахисной на громадских засадах, помогал людям в виде только кое-чему. Расскажите, пожалуйста, о событиях возле райотдела. Надо начинать не с района. Ну, события происходили так, когда произошло вот это, ну, я не знаю, как это слово, добрать. Ну, это событие с Ириной. Арестовали всего лишь двух февронтов этого года. Радик – это небольшой поселок. В принципе, все друг друга знают. Все знают, кто должен был сидеть вместе с этими ребятами. Третий человек – это Трежа. И все знали, что это он организовал всю эту тему под прикрытием руководителя, начальника РВД Синистка. То есть Радико это знал. Но когда увидели, что в суд привезли двоих человек, и то узнали, ну, это же передается, оно слышно, все понятно. Одного егерь там был и два милиционера. Начали все сводить на Леве, бить его, там, толк его, мучили очень серьезно. Правда, Катюзин по заслужии, он получил все нормально. Вот. Он с теми, с кем ездил, его ж потом и лупили. Вот. Чтобы он взял вину на себя. А второй феврант, Полищук, уже должен был быть, ну, как бы, да, арестован, но выпущен под заставу. И вот в этот момент, когда уже в ограде, где-то начался суд, я точно не скажу, но где-то в пределах 12 часа дня. Сначала первого февранты привезли, потом второго, где-то около 4-ти. Вот. Начал собираться народ, потихонечку собирался, собирался. Извини. Вот. И, ну, естественно, я, как и в радость, и со своей супругой тоже пришел. Мы стояли там, семьи, мы стояли, ждали решения этого суда. Когда это, узнали, что третий феврант, а третий феврант в этот момент сидел дома. Это, говорили соседи, которые видели его, вот так вот. И жали вот шашлычки. И с ним сидели еще ребятки, они гуляли, пили. Потом мне подходили люди. Отдыхали. Да, отдыхали ребята себе. А под судом вот такое вот творилось. Уже начинали тазак переворачивать, ну, я к этому еще дойду. Ну, настолько обезбашенные люди. Еще он имел наглость звонить туда, кого знал, вот, кто стоит там, и угрожать людям, типа, я тебе голову отрву, там, я твою жену, я там, ну, это обезбашенные, вот так себя делаю. Вот, когда это раздражили, значит, в радостьской милиции выстроилась кордоном возле суда. И яма по их постанове, это была провокация. Это, да, стояли с такими ухмылками. Ну, даже если бы на улице проходят, вам кто-то вот сделал бы рожу вот такую, естественно, и закрутилось бы дать, или еще что-либо. То есть, провоцировали народ, чтобы была драка, чтобы была бойня, вот, и чтобы это потом переросло в допросы сотни людей, и все забыли о дрыжаке, забыли об этом происшествии. Началась буча совершенно в другую плоскость. Когда я это понял, что такое будет происходить, мне пришлось встать, потому что я видел, люди уже не управляемые, начали переворачивать это за. Это есть свидетели, это сотни свидетелей, когда я кричал, вот сейчас у меня сорванный волос, я тогда кричал, остановитесь, останавливал людей, за руки мои хотят. Ну, не только я один, адекватный, ну, понятно. Как можно судить этих людей, если вы сейчас узнаете информацию, и я узнаю, вот, последняя информация мне доходит, я живучи в Абраднике, я не знал, что вот такое, еще и такое у нас. Я-то еще к этому дойду, расскажу. Я первому своему интервью сказал, жахнеться в Украине, когда узнать, что эти твари и благотворяли. Вот. Мне пришлось крикнуть толпе, так как я имею общественных мест в Абраднике, народу крикнуть, остановитесь. Три раза, или четыре, я уже не помню, за тот вечер. Начался сильнейший ливень, в Абраднике такого не было, около девяти часов вечера, это был ливень, и он ушел до утра. Ни один человек не ушел. Наоборот, поснижались машины, люди прятались в машинах, делали такую вереничку, остановились перед автозаком, остановились одна машина, две-три минуты, стоит сразу за ней, и они так отъезжают, но автозак выезжает к дему. Не нарушая правила дорожного движения. Потом, когда остановили этот автозак, они поняли, а им это надо было. Потому что я так видел, когда с этой стороны начинали ребята раскачивать, а с другой стороны как-то получалось, что там милиция стояла тоже. А те помогали, потом еще другую сторону. Потом вот этот сюжет, они как-то, да, стоят кордоном, там у нас есть такой один милой лейтенантик, наглая такая рожа, которая, ну, вообще, с кинокамерой. Ну зачем ты выскакиваешь, его так специально в толпу наводишь кинокамеру, там, ну, провоцировал. Люди ему начали кричать, убери что-то. Я видел, когда он за кордоном встал, остановился, навел камеру на толпу, посмотрел, закрыл камеру, опустил. Где-то он простоял так секунд 30, потом у него такой мак головы, он поднимает эту камеру и выдвигается за плечи милиционера. Из толпы летит на него бутылка. И, естественно, он сразу прячется, убегает. И, естественно, после этого полетели и бутылки, и яйца. Это пока было начало. Ну, и потом уже я как бы сформулировал, ну, потому что до этого кричали, кричали. Я попросил слово, попросил у Радики, могу ли я говорить. Ну, вернее, я имел право говорить, потому что я с первого дня со мной связался брат, пострадавший, он знаешь, чем я занимаюсь, да. И я ей помог и там, и в запад. Ну, короче, начал сразу же работать в этом направлении. Я встал и сказал, я только что разговаривал, я действительно разговаривал с Ириной по телефону в тот день. И я сказал, я, ну, вот, мне дало право говорить Ирина. Вот. И в Радике спросил, в Радике имели, я право, ну, наверное, у милиции есть это зафиксировано, что вы вот так и обралили. Да, видите ли вы мне право говорить, да. Вот тогда я начал говорить, давайте, я говорю, ребятки сформулируем, что мы хотим. Мы хотим, что? Чтобы арестовали для Жака 3 февраля. Все, да, все. Вот эту формулировку я передал через офицеров милиции, чтобы вызвали начальника милиции, и мы ему подъявили, почему мы, чего мы хотим. Начальник милиции вышел. Вот. Было трудно, конечно, народ остановить, но все-таки я пытался, хотел, что ты скажешь. Он вышел, не ухмылочка, но вышел и сказал, что вы, типа, тут собрались, у него есть алия. У него есть 100% алия. А все знают, какой алия, о чем разговор. Вот. Ну и опять, конечно, ну, завладели народ. Начали бросать камни после его, вот этой речи, алия, начали бросать камни в окна. В этот момент я сразу подбежал под окна, это есть уже зафиксировано другими корреспондентами, стал, и остановился снова людей под окнами, когда меня увидели, перестали бросать. Вот. Нам тот вечер, ну, ливень помешал, конечно, до трех часов, это как минимум, стояли одно все время на дилах. До трех ночи, да? Да, до трех часов ночи. Потом уже со мной начали связываться как бы представители, он, посылать начальника ВДТО, начальника уголовного розыска, мол, все, успокойтесь, нам же все равно его надо вывести, этих заключенных. Я говорю, дело в том, что у них вопрос, вопрос в дрожаке. Вот. Говорю, вы ничего не решили. Поэтому мне, опять же, я объявил на следующий день сбор от РВТ. Пускай это прозвучит меня потом как от СБУ как организация, нет. Мы хотели ответа. Ответа. В Радиуске хотели люди услышать ответ. Мы не штурмовать шли. А ответ, почему... То есть, вы предложили собравшимся людям на следующий день собраться возле вороят дела, да? Узнать, что такое и как дальше происходит. Вот. На следующий день, когда собрались, уже были много журналистов, уже там можно это и видеть, и все это. Опять же, мы объявили. Когда подошли к РВД, это было... Еще светло, все нормально. Были с детьми, с колясочками. Это детки. Но народ собрался не для драки, не для подней. Просто мирное собрание жителей всего. Хотели позвать Синицкого и спросить, что происходит, почему не закрывали, где, наконец, дрежат. Вообще-то, вот один вопрос был, и все, больше никаких вопросов не было. Понятно. Вот. Когда подошли, Синицкий вышел. Вот. Посмотрите хронику, вы даже увидите, как под порогом стоят женщины, дети, и вот. Он вышел и опять спровоцировал народ. Опять он с такой наглой мордой вышел и сказал, вы что, что вы тут опять собрались типа бедляк, у него есть алиби и разбежались и с прокурором. Он вышел и развернулись и зашли в РВД. И прокурор ничего не говорил? Нет, тут рядышком просто стоял. А после него там вышел у нас как его фамилия, ну, я вот не помню, но если вы увидите в блоге рожу этого маниакального Дауна Дрежака, то это почти его близнец. Вот такая вот рожа вышла и таким хмелкой на народ типа мы на вас ложили. После этого и заходит РВД и оставляет открытые двери. Что делают люди, когда стоят? Конечно, заходят в эти двери. Вот с этих дверей вылетают ребята, пошел газ, пошло падать у нас коллекционер высокое завтра, если вы увидите. Я бы мы были там падали, дети попали в газ, пошло отравление, очень серьезное отравление, около 30 человек. это какой-то спецназ был или просто сами сотрудники? какие-то в шлемах. Там непонятно было, нет, это скорее всего не в радио. Может быть, я в радио не буду, там надо посмотреть кадры есть. Мы выскочили в шлемах и начали... Это был Беркут или просто сотрудники? Не в черном, они... Какая-то специализированная одежда у них была. вот, и около... Ну, насколько мне в радио сказали, около 30 человек обратились в Лаврадию. В Лаврадию? Ну, в Лаврадию, да, районную больницу. Отдельно хочу сказать, чтобы было понятно. Больница, главврач это Ростова, Оксана, не помню ее отчество, а глава райдержадминистрации это Ростов Виталий, это ее муж. Он в этот момент был в РОВД. Он был там, он был с этим менталем. И была заява от него первой после суда, он как раз по недельнику совещание проводил, он сказал на совещании под судом собралось 50 пьяных даугу. Но он не в радио и он дебил. Он не понял, кого он обозвал пьяными дамами. Ему в радио этого не простит. Ему еще немножко осталось, я не знаю, сколько день-два быть на этом месте. Его задача теперь быстрее и тихонечко уезжать в стаду. Даже, может быть, не продавать эту хату и уезжать. Потом он Да, да, вот больница сказали он сказал же, он же опять сделал официальную заяву, это есть массовая что никто пострадавших тогда не не было. Никто не обращался. Да, никто не обращался типа на наших глазах ребенок, женщина, которая потеряла сознание, мужчина, которых увезли в бессознательном состоянии. Это так. Те, кто еще мог с распухшими лицами, с глазами... Ну, скорая приезжала. Нет, скорой не было. Люди сами люди сами на машинах. Люди сами уезжали и как после этого поступить? После этого значит и когда вот это Синицын еще так еще сказал, что алиби началось особенно наше было какое резонансное еще убийство перед девочкой два года назад 11 человек созналось что они это катовали так били так либо кого ловили кто не сломался давали ребята интервью офицеры пальцем выкручены до сих пор оставшийся ужас что делали двое человек умерли забили нас которые не хотели брать на себя эту вину один человек после допроса пришел домой и полесился вот можете себе представить а это их родственники стояли перед ним после этого в основном жены материал вот этих закатованных вот этих которых ломали били начали бросать кран до сих пор у меня на руках, мы его рассматриваем. То есть процесс регализации, регистрации. Процесс регализации сейчас уже, да, Врадика проголосовала за это. И теперь, ну, все уже юридическом плане, мы доведем все до конца. Теперь мы узнали ее возможности, ее права, это серьезные права территориальной громады. Если была бы у нас территориальная громада, может быть, не было бы вообще всего этого. Просто могли бы прийти к представителям территориальной громады и сказать милиции выйти с этого помещения. Это помещение они не укладали до территориальной громады, они просто там на птичке проводили. То есть все идет к тому, к созданию муниципальной милиции, как я понимаю. Да, все идет к тому. Что еще вы готовы предпринимать, как жители, как громада? Ну, первое шаги, это, естественно, иллюстрация всех. Всех органов власти, всех даших установок, в соответствии людей, профессиональные и человеческие качества, мест работы. Будет громада это решить. Будем чистить крови. Хорошо, спасибо большое вам за интервью.